С первого взгляда и не поймешь, что это улицы заводская, школьная, радиальная и советская. Проспекта Ленинского комсомола в то время просто не существовало. Автор снимков Анатолий Кабанов. 19 лет назад его не стало, но благодаря Анатолию Филипповичу, его семье и энтузиастам, мы имеем возможность заглянуть в прошлое. Есть такой один фотолюбитель, и, наверное, любитель нашего города, Анатолий Антонович Черкас, который создал такую группу в интернете. Она называется «Город Видное. Фотографии наших жителей». Марина, дочка Анатолия Филипповича, прислала фотографии своего папы. И мы, увидев эти фотографии, попросили его поделиться. И благодаря этому была создана такая экспозиция, которая приурочена к дню города Видное. Эти снимки показывают, насколько сильно изменился город Видное за несколько десятилетий. Даже для опытных краеведов многие фотографии становятся настоящей головоломкой. Где эта улица? Где этот дом? На крайней где-то, нет? На противобулочной не может? Нет, эти дома вот эти вот стоят. А, есть здесь, да? Вот эти здесь, они по заводской стоят, с той и с другой стороны. Когда построили горсовет, горсовет построили позже. Перевели туда аптеку, да? Позже, чем эти дома. Аптеку перевели туда. В каждом кадре видна не только рука мастера, который умеет поймать интересный момент, но и чувствуется огромная любовь к городу и людям, которые в нем живут. Он закончил курсы киномеханика в Доме культуры. Потом посещал фотокружок и очень-очень интересовался фотографиями. Вот. У него целые лаборатории там, значит, вот он занимался. Он очень любил город Видное. Вот он, работая в министерстве, ему не раз предлагали переехать в Москву. Значит, квартиру там он не соглашался. И, значит, вот так остался верен своему городу Видное. Есть в экспозиции из 48 фотографий и пара снимков, на которых изображен сам автор. Анатолий Филиппович Кабанов переехал в Видное в 1948 году и сразу влюбился в этот город. 11 лет он проработал на Коксо-газовом заводе. Естественно, что здесь есть и снимки с предприятия. Это выставка одного автора. И у автора всегда есть почерк. И его всегда видно. А самое главное, этот автор очень любил свой город и снимал город. У него очень интересные ракурсы, у него очень много людей в фотографиях. То есть фотографии не безликие, а показывающие жизнь города. Вдова Анатолия Кабанова Елизавета Артемовна признается, на выставке представлена только малая часть из тех архивов, что оставил Анатолий Филиппович. И эта экспозиция только начало знакомства с прошлым Видного, которое запечатлел автор. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.